Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет продолжением предыдущего. В силу того, что я пересмотрел его, понял, что немножко, может быть, неправильно донес до вас информацию. Возможно, вы меня неправильно поняли или поймете. И поэтому я решил сделать уточняющее видео, в том числе и с продолжением темы по поводу того, как шарит между микросервисами эти самые ДТО. Ну и давайте тогда переключимся на следующую часть нашего балета, так сказать. Значит, в первой части мы говорили про то, что есть nugget-пакеты, которые выкладываешь на nugget.org. Можно использовать фид-компании, допустим, какой-нибудь артефакт-сервис типа Nexus или что-то подобного. Копирование сборок – это не самый простой вариант, но, в принципе, это тоже может быть. Через ссылку работает идеально для программирования, но для деплоймента это, на самом деле, особенно если выкладывать в Docker, где все сервисы работают обособленно. В общем, это сделать невозможно. Проект просто не найдет ссылку и не соберется в Docker контейнере. Поэтому, собственно говоря, существует еще один способ, который так или иначе коррелирует, если хотите, с первым и вторым пунктом. Ну, то есть, nugget-пэкетж – это самый удобный вариант, самый, в том числе, простой на данный момент. В первом версии nugget-пакета нужно было достаточно сложно его создавать. Сейчас они создаются автоматически, поставив галочку в проекте .NET приложения. И, собственно говоря, я как раз вам хочу показать вот этот вот самый простой способ. Не использовать ни общие, ни компании, а сделать, собственно говоря, свой. Итак, что для этого нужно? Ну, первым делом, раз мы все умеем пользоваться докером, я пошел на Docker Hub. Нашел по поиску nugget-пачку всяких разных nugget-серверов, в том числе и платных, и бесплатных, и которым уже по много-много месяцев, по много даже лет. Мне понравился вот тот, который называется Bagget, ну или Bagget, не знаю, Bagget, если удобно. В общем, я нашел, здесь четко подробно описано, как его установить, в том числе в контейнер. Вот так вот он примерно выглядит. Более того, я пошел на VSCale сервис, который предоставляет серверы в использовании, то есть в хостинг. Я выбрал приложение, взял Docker, поставил себе Москва, набрал ключи какие-то там, поставил, все очень просто, доступно, создал сервер, буквально через 2 минуты он создался. Я воспользовался инструкциями, которые описаны вот здесь. В общем-то, тоже все очень просто, прям файл, ой, в смысле, прям строку, которую скопировать, выполнить в Docker, который же, собственно, уже используется в моем контейнере. Я запустил его, и вот, собственно говоря, вот мой Nuget сервер, который багит. Вот закинул туда приложение, дальше все случилось очень просто. Я открыл в своем приложении, которое у меня состояло из трех проектов. Собственно говоря, были контракты, которые нужно было шарить. Были API и Blazor приложения, как клиент. В Docker файл создал, то есть, как обычно, ничего сложного нет. Ну, помимо этого, я добавил в папку Nuget конфиг, в котором удалил все возможные, добавил Nuget и, собственно говоря, добавил ссылку на тот мой сервер Nuget пакетов, который я вам сейчас показал. И, в общем-то, я так проделал и во втором, где вот у меня есть тот же самый в Blazor, этот Docker файл, у меня есть Nuget тот же самый конфиг, и также описано, в общем-то, как вы понимаете, куда идти за пакетами, которых нет вот здесь. То есть, это все работает. Ну, надо сказать, что я сюда скопировал, но это не потребовалось. Ну, и, в общем-то, и Docker файл как таковой здесь тоже, собственно говоря, не нужен. Ну, я скажу честно, я экспериментировал много и разно, всяко-разно пытался сделать и шаринг через Value, так называемые хранилища. Ну, в общем, это достаточно сложно и проблематично, но даже когда у меня это получилось, процесс обновления занял какое-то время. Ну, то есть, не какое-то продолжительное. Ну, и, в общем, Composer собрал два проекта, API, собрал Build, в общем, как бы выставил все наружу и, в общем, там все на самом деле взлетело и заработало без каких-то либо проблем. Вот, что называется, самый простой способ использования Nuget пакетов. Во-первых, это удобно, во-вторых, версионирование, а в-третьих, это всегда доступно, в том числе, если вы будете держать какой-нибудь сервер там за 200 рублей в месяц, я думаю, что это будет, ну, идеальный вариант, если у вас какие-то супер-правят сборки, которые вы не хотите хранить на Nuget.org или каких-нибудь других, собственно говоря, хранилищах. Что еще интересного хочу добавить в качестве заключения. Так как Blazor еще достаточно сырой проект, выложить его, ну, то есть сырой в том смысле, что у него есть две версии, сервер, Blazor Server и Blazor WebAssembly. Вот с сервером, на самом деле, попроще и на самом деле доработает, а вот с Blazor WebAssembly, так как она еще в таком зачаточном состоянии, все основное придет в .NET 5 в этой версии, а сейчас публиковать Blazor WebAssembly, который я попытался сделать, ну, в общем, очень много проблем. Сборки постоянно меняются, публикации меняются, namespace меняются, настройки меняются, название настроек меняется, и при публикации через Docker, вот как, собственно говоря, я сделал, через, ну, терник звездам я, собственно говоря, прошелся. Достаточно тяжело это сделать, то одно поменялось, то другое. На сайте Blazor WebAssembly много всяких комментариев, в том числе, и то, чего, куда изменить, поправить, и люди как бы жалуются. Ну, в общем, сыроватая эта штука, но на самом деле очень интересная. Вот, что касается в локальном проекте, она прекрасно работает, и мне это даже очень понравилось, особенно отключенность от веба, да, когда вы просто отключили, у вас обыкновенное приложение, что-то вроде Silverlight, Lion Business, когда она детач в режим переходила, то есть такой же принцип, Microsoft не бросает эту тему, в общем, на самом деле это будет круто. Когда выйдет .NET 5, в общем, будем изучать его, на самом деле. Ну, и, в общем, можете в комментариях отписаться, что вы по этому поводу думаете, я на этом заканчиваю, всего доброго, и, пожалуйста, пишите комментарии, если вдруг я ошибаюсь, поправляйте меня, потому что на камеру говорить достаточно сложно, а я просто могу наговорить гадости, не жалейте, пишите правильно. Будем общаться, спасибо большое, всего доброго, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok